Одна из великих загадок для всех мам, почему же дети не едят рыбу. Причина простая. Косточки, рыбный запах и отсутствие маркетингового хода для блюда. Проведем ребрендинг и опробуем способ на ребенке-малоежке. Для тех, кто категорически против, используем самый радикальный метод – сообщать о том, что сегодня на обед не будем и применим технику маскировки, то есть спрячем рыбу в любимом блюде – в макаронах. Кстати, детей, которые не едят макароны, на планете Земля попросту нет. А еще приправы. Они собьют со следа юного гурмана. Способ номер два. Рыбные котлеты или тефтели. Тщательно перемалываем рыбное филе, вымачиваем кусочек хлеба в молоке и отправляем к мясу. Положите в фарш немного сливочного масла и сахара. Это обогатит вкус котлет. Такой способ используют производители рыбных консервов для детского питания. В книгах 1957 года по здоровому питанию Дешкалят пишут, что рыбу нужно отваривать примерно 30 минут. Ну, вареная рыба – это на большого любителя. А вот приготовленная на гриле понравится большинству. Этот способ подойдет как для филе, так и для целой рыбной тушки. Детям старше 3-4 лет можно предлагать жареную нежирную рыбку. Важно, чтобы мясо получилось нежным и без костей. Применяем хитрый маневр и подаем рыбу под видом чего-то очень вкусного, например, наггетсов или аппетитных котлеток. Ну вот, котлеты готовы. Две? Да. Конечно, этот способ не привьет любовь к рыбе. Зато мама спокойна, что малыш получил ценные витамины и минералы. Вкус чего? Мясо. Курица? Рыба богата кальцием, фосфором, йодом, полиненасыщенными жирными кислотами, которые самое большое количество именно содержатся в рыбе, как бы мы не заменяли бы другими продуктами. Главное, чтобы ребенок, если отказывается от рыбы, ел мясо, то есть тем самым мы заменяем белок, ел продукты, содержащие йод. Фосфор мы заменяем бобовой, группа бобовой – это фасоли, горох. Вкусно? Угу. Согласна такое кушать каждый день? Угу. Или нет? Да? Согласна. Согласна. Каждая мама сама выбирает, как лучше. Применять изобретательность, маскируя рыбу, либо высчитывая нужное количество полезных веществ, необходимых ребенку.